Я волшебник, дед Всевед, мне в обед всего сто лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Сказка о попе и работнике его балде Александр Сергеевич Пушкин Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара. Навстречу ему балда, идет сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ. Нужен мне работник, повар конюх и плотник. А где найти мне такого, служителя не слишком дорогого? Балда говорит. Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. За год, за три щелчка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелчку ведерось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде. Ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье. Окажи свое усердие и проворье. Живет балда в поповом доме. Спит себе на соломе. Ест за четверых, работает за семерых. До светла все у него пляшет. Лошадь запряжет, полосу вспашет. Печь затопит, все заготовит, закупит. Яичко испечет, да самое блупит. Попадья балдой не нахвалится. Попов на обалде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей. Кашу заварит, нянчится с детятей. Только поп один балду не любит. Никогда его не приголубит. О расплате думает частенько. Время идет и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается. Так и так, что делать остается? Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит. Знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтобы стало ему не в мочь. А требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь. И балду без зарплаты оставишь. Стало на сердце у папа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит. Пойди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучше б не надо б на дохода. Да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы. Собери-ка черти и оброк мне полный. Балда с папом понапрасну не споря. Пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить. Да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез? Да вот веревка и хочу море морщить. Да вас, проклятое племя, корчить. Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка. Не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха. Вам, собакам, великая помеха. Балдушка, погоди, ты можешь щить море. Оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука. Балда мыслит. Этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну так и быть, возьми, да с уговору. С общего нашего приговору. Чтоб впредь не было никому горя, Кто скорее из нас обежит около моря. То ты бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок. Засмеялся балда лукава. Что ж ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мной? Со мной с самим балдой. Эка, послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата. Пошел балда в ближайший лесок. Поймал двух зайков, да и в мешок. К морю опять он подходит. У моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку. Попляшит-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденек. Со мной тягаться слабенек. Это была б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка. Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, А зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавший, Высунув язык, Мордку поднявший, Прибежал бесенок, задыхаясь. Весь мокрешенек, Лапкой утираясь. Мысля. Дело с балдой сладит. Глядь, а балда братца гладит, Приговаривая. Братец мой любимый, Устал, бедняжка, Отдохни, родимый. Бесенок оторопел, Хвостик поджал, Совсем присмирел. На братца поглядывает боком. Погоди, говорит, Схожу за оброком. Пошел к деду, говорит, Беда, обогнал меня меньшой балда. Старый бес стал тут думать думу, А балда наделал такого шуму, Что все море смутилось, И волнами так и расходилось. Вылез бесенок. Полно, мужичок, Вышлим тебе весь оброк. Только слушай, Видишь ты палку эту, Выбери себе любую мету, Кто дальше палку бросит, Тот пускай оброк и уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки, Чего ты ждешь? Да жду вон этой тучки, Зашвырну туда твою палку, Да и начну с вами чертями свалку. Испугался бесенок, да к деду, Рассказывать про балдову победу, А балда над морем опять шумит, Да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок, Что ты хлопочешь, Будет тебе оброк, Коли захочешь. Нет, говорит балда, Теперь моя череда, Условия сам назначу, Задам тебе, враженок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила, Видишь там сивая кобыла, Кобылу подымит-ка ты, Донеси ее полверсты, Снесешь кобылу, Оброк уж твой, Не снесешь кобылы, Ан будет он мой. Бедненький бес, Под кобылу подлез, Поднатужился, Поднапружился, Приподнял кобылу, Два шага шагнул, На третьем упал, Ножки протянул. А балда ему, Глупый ты бес, Как же ты за нами полез, И руками-то снести не мог, А я смотри, Снесу промеж ног. Сел балда на кобылку верхом, До версту проскакал, Так что пыль стал бом. Испугался бесенок и к деду, Пошел рассказывать про такую победу, Черти стали в кружок, Делать нечего, Черти собрали оброк, Да на балду взвалили мешок. Идет балда, Покрякивает, А поп, завидя балду, Вскакивает, За попадью прячется, Со страху корячится. Балда его тут отыскал, Отдал оброк, Платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб, С первого щелчка Прыгнул поп до потолка, Со второго щелчка Лишился поп языка, А с третьего щелчка Вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной, Не гонялся бы ты поп За дешевизной. Вот и сказочки конец, А кто слушал, молодец.